Ну что, первый тайм мы, да, проиграли, как говорится. Если так сказать, в целом по игре, то, конечно, я ребятами в основном доволен. Их самоотдачей доволен. Да, мастерства, конечно, не хватает, но оно не приходит за один день. Через четыре дня у нас будет второй тайм. Поэтому надо подготовиться. Я думаю, что и БТ будет уже играть по результату. Знаю, что в футболе все возможно, поэтому все зависит только от нас. БТ нам два забила, почему нам не забить? Столько же или больше. Матери, ваши вопросы? Первый раз вопросов нет. Голос потерял. Я могу без микрофона услышать. Ребята слышат. Вы на сборах готовили словец и цитальную защиту. У него три матча дисквалификации на Украине. Видно, они передались и на наш чемпионат только по этой причине. Но мне, например, в федерации нам сказали, что он не имеет права играть. У него три матча дисквалификации. Поэтому он и в последней игре тоже не играл. Если бы этого не было, однозначно он был бы в составе. Еще, спасибо. Еще по каждому вопросу. Как восстанавливаются? Грутич и Бах? Ну, Ваня Бахар уже рвался в бой. Единственное, что мы решили попридержать его. Потому что, не дай бог, он опять надорвется. То есть, решили еще выждать паузу дня четыре дня. Но он парень такой боевой. Вижу, как он горит выйти на поле. И если же вы знаете, еще же не за горами игра сборных. Поэтому он один из кандидатов. Поэтому я принял решение попридержать его на этот матч. И еще вопрос. Спасибо. Виталий Витальевич сегодня Динамо сыграл очень организованно. На что обращали внимание перед матчем? Что просили? Что-что? Сегодня Динамо сыграло очень организованно. На что обращали внимание перед матчем? Что просили от футболиста? Сыграть организованно. Хорошо. И вот такой вопрос. Шиткавка очень хорошо открывался между Насичем и Филипенко. Акцентировали внимание на это? Ну, конечно. Я думаю, что и БТ готовилась к нам, а мы готовились к БТ. И у каждой команды есть сильные стороны, слабые стороны. Сегодня нам просто, я считаю, что, ну, может быть, мастерство игроков и удача была на стороне БТ. В целом, я опять говорю, что у нас были очень хорошие эпизоды, хорошие моменты. Единственное, что нам не хватило, вот это, ну, если проще сказать, удачи не хватило. Ребята не заслужили сегодня поражения. В каком случае, Сергей Тарькович, я громко говорил, удача на стороне БТ сегодня, 14-го числа. Вы будете надеяться на удачу, которая прилетит на вашу сторону, либо какие-то перестановки в игре сделать? Чтобы вы лучше понимали, вот, я никогда не надеюсь на удачу. Если вы сегодня были на футболе и смотрели игру, то мне не стыдно за моих ребят, которые сегодня, я считаю, показали неплохой футбол. Но самое важное, что у нас есть еще потенциал к росту, огромный потенциал, потому что не играл еще пять человек по различным причинам, которые могут усилить нашу игру. Я смотрю вперед, я не смотрю под ноги, а смотрю вперед. Я готовлю команду к чемпионату, чтобы вы понимали, а не конкретно к одному поединку. Чтобы вы знали, 2000-й год, начало чемпионата. Мы вылетаем из кубков, ну, из кубка Италии, прыгаем на Таланте 4-1. И в этот год, да, приехали болельщики, были недовольны, мы сыграли ужасно. Но в этот год Рома стала чемпионом. И надо смотреть в будущее. А если вам игра не понравилась, ну, смотрите Европейский чемпионат. Мне сегодня накал борьбы очень понравился. Играло сегодня две команды, я считаю, достаточно хорошо. До первой игры, до первой игры, я считаю, сегодня был неплохой матч. А если вы можете лучше, выйдите и покажите. Все, что мог, я уже показал. Я уже вижу. Я уже вижу. Сергей Итальевич, ну, насчет накала можно не согласиться. Классика проходила и при большем накале. А я к тому, что, ну, сработала ваша схема на игру, просто не повезло. То есть... То, что мы наигрывали, это все работало. Если вы не видите, сколько мы мячей отобрали в центральной зоне, как мы выбегали, сколько эпизодов было. Ну, я понимаю, вы специалист, поэтому... Давайте следующий вопрос. Сергей Итальевич, в начале зоне вы говорили, что хотите видеть от Динамо тот футбол, в который сейчас играет Коверпуль. Юрген Клод своим учителем назвал Саки. Можно не сказать, что вы декларируете принципы итальянца? Ну, наверное, вы знаете, что я тоже у Саки. Вы не в курсе? В курсе. А, в курсе? Что в курсе? Что вы работаете с Коверпуль. С кем еще? С Коверпуль. Из Саки я тоже работал. В Парме. В Парме был тренер Саки. Да. Что да? Ант, только сегодня узнали? Я в курсе. А, в курсе. Понятно. Ребята, нельзя никого пародировать. Никакого тренера, ничего. Я футболистом прививаю тот футбол, современный футбол, который стараюсь прививать. Хорошо. Можете очертить принципы, на которых будет строиться игра Динамо в этом сезоне? Что? Можете очертить принципы, на которых будет строиться игра Динамо в этом сезоне? Ну, вы знаете мои принципы. Или не знаете? Ну, я вам не буду долго рассказывать. Это очень долго рассказывать. Это я каждый день рассказываю футболисту по три часа на тренировке показываю. Вы хотите, чтобы я вам за минуту все рассказал? Ну, вот придешь, я тебе все расскажу. Хорошо? Хорошо. Да ты все равно ничего не поймешь. Ты был на игре, ты не понял, что мы играли в четыре защитника. В том году было такое? Нет. С Днепром Могилевским. Ну, тогда мне показалось, что начали. Что начали в три, показалось. Ну, вот тогда мне показалось, что не весь матч играли в четыре. Ну, весь матч играли в четыре? Да, 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 было такое. Что такое? Как вы мне сказали, что мы в три играли? Показалось, что начали в три только. Первый минут в пятнадцать. Давайте в сегодняшний игре ждёмся, будут ли ещё вопросы по сегодняшний игре? Насколько доволен странными защитниками в компоненте первой передачи? В компоненте не первой передачи, а в развитии атаки. Ну, от начала. Ну, я считаю, что Саша Чиж тоже много ошибался, ну и Швецов, вы тоже знаете, что у него это не лучшее его качество развития атаки. Поэтому понятно, что над этим компонентом надо очень долго им работать. А в целом, я так, больших ошибок мы не допускали. Всего, если посчитать, это вот два этих микроэпизода и чисто, конечно, класс игроков сказался. Что они забили два мяча, практически не имея там таких стопроцентных моментов. Я считаю, мы были ближе, по созданным моментам мы были ближе к победе. Но это футбол, здесь ничего не страшного. Еще вопросы? Светович, казалось, что в головной игрок, который может быть на замену, он может быть на замену. А группу атаки все. Ну, атаку остался не так. Ну, потому что я посчитал, что Ким по сей день выйдет. И мне понравилось, как Ким вошел в игру. Потому что защитники БТ, они очень высокорослые. Он такой юркий и с хорошим дриблингом, с хорошей скоростью. Поэтому я и решил выпустить Ким. И я считаю, что он удачно вошел. И еще вопросы? Если вопросов нет, спасибо большое. Спасибо, до свидания.